всем привет друзья с вами снова аквамэн на календаре у нас самое начало осени а я как всегда облажался уже который год погода дает мне понять что мне ее никак не предугадать вот и сейчас мы уже отошли от рыбок в бочках перешли уже к растениям в парничках и я умудрился их подморозить сейчас я вам буду все рассказывать показывать что стало с этими хинодорусами как они поживают и в каком они состоянии сейчас находятся вот он тот самый парничок в который я за лето ни разу не менял воду вся вода здесь чисто дождевая которая накапливалась и проходила через отверстие расположена в крыше этого парничка то есть были моменты когда я воду даже сливал потому что слишком много здесь ее было эхинодорусы в большинстве своем перешли в надводное состояние и вообще результаты меня более чем обрадовали потому что то что мне не удавалось сделать долгие месяцы где-то в помещении здесь вот на природе все на солнышке на естественном оно моментально перешло в надводное состояние давайте же посмотрим поближе на эхинодорусы и прикинем что с ними стал и так первый эхинодорус амазонка который стал аж красновато каемчатый что в обычных условиях у меня никогда не было чтобы эхинодорус амазонка стал красным практически корневая система развита хорошо в надводном состоянии он живет следующий эхинодорус это эхинодорус ацелот мы видим друзья кстати сказать по поводу красноты непривычные необычные черешки красноватого цвета это связано с тем что температуры опустились уж очень низко и из-за этого я их подморозил я могу сделать такой вывод потому что рассаду помидоров перцев когда выносишь тоже где-то по весне и она у вас подмораживается она тоже становится красноватая долго буксует и будем смотреть естественно что останется этими эхинодорусами это эхинодорус розе наиболее декоративно выглядишь из всех здесь растущих эхинодорусов здесь эхинодорус горизонталис а нет прошу прощения эхинодорус фэнси твист у всех эхинодорусов очень яркая очень сочная окраска вышли на сушу даже те эхинодорусы которые я вообще ни разу у меня их не получилось вывести на чистый воздух здесь эхинодорус лопатолисные какие-то ошметки огрызки эхинодорусов у меня тоже здесь были и опять-таки в большинстве своем они все вышли практически в надводное состояние проблемы были с тем что опять-таки был дождь и если все покрывалось водой процесс выхода затормаживался вот я вам сейчас показал кстати сказать красные непривычно красные корни эхинодорусов опять-таки это следствие того что эти кусты были в низкотемпературных каких-то условиях вот эхинодорус еще у меня здесь горизонтали скорее всего много всяких эхинодорусов было сюда запущено сейчас я их скорее всего буду содержать в своей тепличке вот кстати сказать эхинодорус эхинодорус дал дитетка это эхинодорус азирис вот он такой же эхинодорус азирис прекрасный красивейший эхинодорус опять-таки даже эхинодорус амазонка эхинодорус узколистый рубин которые испытывают проблемы с переходом в надводное состояние в тепличных условиях они все перешли в надводное состояние эхинодорус аргентинский он тот что справа сейчас стоит на который у меня были большие надежды хотя бы по крайней мере раз я думал что он выпустит стрелу нет из всех эхинодорусов только один эхинодорус дал стрелку а этих эхинодорусов здесь было больше десяти в целом опять-таки эксперимент удался эксперимент завершился на отлично на будущие годам надо несмотря ни на что в последних числах августа сворачивать всю эту махинацию всю эту деятельность экспериментальную и опять-таки выносить рыбу и растения потому что есть риск их подморозить будем следить за развитием событий обязательно пишите в комментариях кто в этом году выращивал чего на огороде ну а с вами был аквамен увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья